Сегодня в виртуалите. Старкрафт 2 не выйдет. Какашки завоёвывают мир. Назван духовный наследник Балдурсгейта. Первый в мире симулятор рыцаря бьёт на повал. Привет, меня зовут Макс Васильев и это программа Виртуалити. За полчаса вы узнаете обо всём самом новом и необычном из мира видеоигр и компьютерных развлечений. Любовь в виртуальном мире тоже бывает зла. Жительница Японии арестована за убийство своего виртуального мужа в игре MapleStory. После размолвки с супругом разгневанная женщина взломала его аккаунт и удалила персонажа. В итоге ей светит обвинение в несанкционированном доступе к данным, а это по суровым восточным законам может вылиться, ну, не в Харакире, конечно, но в штраф и лет пять тюрьмы гарантировано. Поэтому любите друг друга мирно. А на очереди первый блок новостей. Шокирующая новость пришла с калифорнийской конференции BlizzCon. StarCraft 2 не увидит свет, потому что вместо него будут выпущены аж три игры. Первая под названием Terence Wings of Liberty станет оригиналом трилогии, после чего последуют два дополнения. Каждый из игр будет добавлять в общую историю по одной сюжетной кампании. Разделение StarCraft 2 на три отдельных игры, по словам разработчиков, никак не скажется на мультиплеере, который во всех трех ипостасях будет одинаков. Что касается сроков выхода, то они по-прежнему неизвестны. Однако, как поспешило заверить Blizzard, Wings of Liberty выйдет очень скоро. Что означает это их скоро, узнают самые терпеливые. Дополнение для известней швафт-симулятора Test Drive Unlimited доберется-таки до России. Скоро увидит свет отечественная локализация TDU Megapack. Этот масштабный аддон добавит на уже обкатанные трассы гавайского острова Оаху 45 новеньких автомобилей и мощный спортивный мотоцикл. В этих рядах любители скорости найдут последние модели Ferrari, Chevrolet, Lamborghini, Lexus и много чего еще. Если же эти названия вам ничего не говорят, ну просто оцените внешний вид тачек. Как и в оригинале, салоны монстров на колесах будут в точности соответствовать реальному. Ну а чтобы идти в ногу со временем, создатели слегка подкрутили графику. Надо полагать, солнце будет еще ярче блистать на бамперах сверхдорогих машин. Известная космическая стратегия Sins of Solar Empire обзаведется продолжением. Если оригинал больше всего запомнился игрокам поистине гигантским игровым полем, то ближайший аддон под названием Entrenchment добавит много всего, чем это поле можно заставить. Главная идея дополнения — оборона. Даже самые мелкие захолустные планеты по меньшей мере защитят себя минными полями. Планета покрупнее предоставит новой площади под всевозможные орудийные башни, лазерные установки и плазменные турели. Ну а развитые миры, ко всем прочим прелестям фортификационного искусства, получат бронированные орбитальные станции. И все ради чего? Чтобы цивилизация, уверенно растущая под вашим мудрым руководством, умирала бы в тисках геноцида не так быстро. Все-таки к играм, которые еще не вышли, лично я отношусь с недоверием. Ну просто слишком часто обещания разработчиков не сбываются. Правда, есть среди них исключения. Ребята из BioWare, отродясь, не выпускали ничего дурного. Вспомнить хотя бы Mass Effect, Котор, Baldur's Gate. А сейчас все их силы брошу на создание новой РПГ Dragon Age. Dragon Age — это духовный наследник Baldur's Gate. Он вышел в далеком 98-го. Кто играл, помнит это настоящее, мрачное, хардкорное РПГ. Наша новая игра будет такой же, только с современной графикой. Разработчики особенно гордятся тем, что действие Dragon Age будет происходить в уникальной новой вселенной, которую придумали с нуля и которая ни на что не похожа. Ну, разве что битва из стартового ролика немного смахивает на логичную из Властелина колец. А здешний принц в золотых доспехах явно состоит в родстве с прекрасным принцем из Шрека 2. Но и так мелче. У Dragon Age очень темная, мрачная вселенная. Это крайне жестокий, беспощадный мир. Людям, которые в нем живут, не позавидуешь. Главному герою, можно сказать, повезло. Он — член Серой Стражи, элитного отряда короля. Он свободно перемещается по миру, защищая интересы его величества. И в выборе поступков его ничто не ограничивает. Разработчики приводят, правда, только один пример. С пленником, который проглотил нужный для прохождения ключ. Его можно накормить, приласкать и взять ключ по-хорошему. Ну или тупо вспороть живот ржавым ножом. В игре вам предстоит не просто создать внешность героя, но и придумать ему предысторию. От этого зависит, как будет развиваться игра, какую роль придется отыгрывать, и как к вам будут относиться окружающие. Создатели игры не стремятся раньше времени рассказывать сюжетные перипетии. И правильно, в таких играх, как Dragon Age, сюжет играет слишком важную роль. Если я расскажу, испорчу все удовольствие. Отмечу только, что это очень глубокая, цепляющая история, которая не отпустит вас до самого конца. Далее в виртуалити. Какашки завоевывают мир. Мобильные игры нещадно пожирают время. Корсары доплыли до берегов России. Это в виртуалити. Мы продолжаем знакомить вас с новым и необычным из мира компьютерных развлечений. Вслед за Gears of War, Halo, Max'ом Pain'ом к экранизации готовится Army of Two. Для тех, кто забыл или не в курсе, о чем игра, напоминаю. Два бывших американских рейнджера, ставшие наемниками, путешествуют по миру и мочат всех, почем зря. От сенатора Аляски до несогласных с оранжевой революцией. Причем с последними эти ребята разбираются прямо в киевском метро. Еще одна важная деталь. Эти парни носят маски, которые и лицо скрывают от любопытных глаз, и от пуль в нужное время спасают. Вот такой вот оригинальный сюжет. Что из него сделает Голливуд, узнаем чуть позже. А на очереди еще один блок новостей, уже о вышедших играх. Туалетным юмором славятся не только некоторые ролевые игры, но даже и отдельные головоломки. В только что вышедший World of Goo играть предстоит за... Ну, слизь, если как бы верить официальному названию. Вот только характерные сочные звуки, издаваемые ею, не оставляют ни малейших сомнений в природе данной субстанции. Целью всех уровней головоломки — это слить эти милые улыбающиеся фекалии с точной трубой. Сделать это непросто, из-за очень продвинутой физики вот этой вот жидкости, нежелающей просто вот взять и стечь в канализацию. Развлечение с разнообразными отходами жизнедеятельности захватывает всерьез и надолго. Все без исключения западные издания просто захлебываются в своем... в благоговении перед игрой весом всего-то в 60 мегабайт. Настала ваша очередь. Соленое море, рваные паруса и несметные сокровища на гелионах вновь призывают геймеров. Вышел в свет самый масштабный проект о пиратах — Корсар Онлайн. Выбирая одну из сторон в Карибском конфликте, игрок получает в распоряжение целый корабль. Станет ли он самым кровожадным разбойником и убийцей или верным защитником европейской короны, зависит только от личного выбора. Но в любом случае придется сражаться врукопашно, принимать участие в штурмах городов, ловить попутный ветер и поджигать суда неприятеля раскаленными ядрами. И всегда с капитаном 30-пушечного фрегата будет чувство, что здесь, на просторах Карибского моря, разбросаны еще тысячи таких же охотников за удачей. Прислушайтесь. Шум волн доносит звуки зюй-зюй-двеста. Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Да. Коллекция строгих любителей реализма пополнилась вертолетным симулятором К-50 «Черная Акула». В таких играх все завязано на придирчиво доскональном воссоздании всего, что связано с боевой авиацией. С этим у игры все в порядке. Вертолет К-50, известный как «Черная Акула», нарисован с беспрецедентным уровнем реализма. Кроме его детальной модели с участием физиков воссоздана реальная аэродинамика полета. Игра поддерживает устройство «трекер», позволяющий крутить камеру не мышью, а собственной головой. В окружении сотен индикаторов, рукояти и цифровых приборов игрок отправляется на Кавказ. Именно там разбушевавшиеся противники России жаждут воочию зреть мощь самого современного образца отечественной авиации. И они узреют, ведь вы уже приготовили свой джойстик. Консоли, компьютеры – это, конечно, хорошо, но не очень мобильно. Ни в самолете, ни в метро ими не воспользуешься, а иногда уж очень хочется поиграть. Вот тут-то на помощь и приходят телефоны. Мы предлагаем вам великолепную семерку мобильных игр для платформы N-Gage от Nokia, для которой ведущие разработчики создают проекты самых разных жанров. От стратегических и спортивных до аркадных и игр в стиле экшен. Кстати, скачать версии игр можно на сайте www.engage.ru На седьмое место нашей семерки взобралась реактивная игрушка «Асфальт 3». Тут все как положено в гоночной аркаде. Короли ночного стритрейсинга бросают вам вызов, полицейские преследуют вашего монстра, а вертолеты снимают все происходящее и показывают в прямом эфире. И пусть и графика на уровне первого Need for Speed на мобильных телефонах гонок лучше пока не выходила. Соскучились по старым добрым адвентюрам? Поприветствуйте Дирка Даггера, первого мобильного детектива. Это классическое приключение с целым букетом загадок, приколов и ненавязчивого стёба. Всем любителям поломать голову и при этом от души поржать удовольствие гарантировано. Шестое место. Признайтесь, вам надоели причитания добродительных джудаев о светлой стороне силы? Если да, то вам просто необходимо ознакомиться с мобильной версией Star Wars, прибрать к ногтю повстанцев, остановить наскаку имперский разрушитель и погонять Дарта Вейдера. За вклад в историю культовой космической саги игра получает заслуженное пятое место. На четвёртом месте расположился крайне увлекательный скролл-шутер Space Impact. Если вдруг кто-то не знает, то скролл-шутер — это когда космический кораблик летит сверху вниз, уничтожая полчища других корабликов, поменьше, побольше и огромных. Space Impact — лучший способ познакомиться с одним из древнейших жанров. Третье место достаётся логической игрушке Reset Generation за прилив пародийной ностальгии. Посудите сами, главные герои — водопроводчик, ёжик, эльфийка 50-го уровня, ниндзя и другие. Они спасают принцессу, выкладывая мозаику из цветных блоков. Если не боитесь потерять работу, обязательно поиграйте. Затягивает навсегда. Второе место по праву принадлежит файтингу One. И совсем не потому, что файтинги — редкий жанр. Такое нечасто увидишь на телефоне. Полное 3D-моушн-капчур всех движений бойцов, честная анимация. В общем, сюжет традиционный. Всех побью, один останусь. Всем поклонникам Mortal Kombat'а посвящается. И на первом месте, кто бы мог подумать, симулятор рыбалки. Сядь ж, бывало, на крутом берегу. Распакуешь снасть, наживишь червячка, закинешь уночку. Люёт. Игра Cookton Creatures of the Deep даст все те же самые ощущения. С тем лишь различием, что под пятой точкой вместо крутого берега будет сидение метро. А в руках вместо удочки — Nokia M85. Далее — виртуалити. Мультяшные солдатики отправляются на войну. Первый в мире симулятор рыцаря бьёт на повал. Это виртуалити. Мы вернулись. Разработка игры — процесс длительный и скрытый от посторонних глаз. Но иногда создатели обращаются за помощью к геймерам. Обычно это происходит на стадии бета-тестирования. Это когда игра практически готова, но в ней присутствуют недоработки. Вот их-то и отлавливают игроки. Таким бета-тестером онлайн-нового шутера Battlefield Heroes мне и посчастливилось побывать. Об этом подробнее в демо. Театр начинается с вешалки, а любое бета-тестирование — с ввода заветного ключа активации. Какого именно — не скажи. Далее стандартно предлагают создать своего персонажа — героя вымышленного конфликта. Не буду мелочиться, создам сразу двух. Один пусть будет сухопарый националист с именем Адольф. Ну и второй — поджарый райлист Чарльз. Далее нажимаю кнопку «Play now» и вуаля! Попадаю в волшебную страну, где мультяшные солдатики. И я в их числе в лубочных декорациях оспариваю результаты... Даже не знаю, чего. Battlefield Heroes — всё-таки сетевой шутер, поэтому убивают здесь очень часто. Ну а после того, как тебя кто-нибудь замочит, показывают лицо обидчика. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Именно этот гад меня и кокнул. Далее всё просто, девять месяцев ждать не надо, я заново родился. Ну и, конечно же, побежал убивать. Карта в игре весьма крупная, и на ней раскиданы ключевые точки. На каждой точке по флагштоку. Если у него минутку постоять, водрузится флаг моей державы. Чёрный-причёрный череп на красном-красном фоне. Правила в игре простые. Чем больше флагов захватила моя команда, тем быстрее убывают очки у соперника. У кого первого они упадут до нуля, тот и лузер! А поеду-ка я к следующему флагу на танки. Эта боевая машина оказалась призабавненькой, знаете ли. Движется еле-еле, брони как у слона, а вот эта вот фитюлька, которая из башни торчит, Комарада же не убьёт. Поэтому остаётся надеяться на боевых товарищей. Если кто-нибудь подсядет, то будет из башни с пулемёта стрелять. А вот это вот смертельное оружие, я вам скажу. Ну а между тем битва окончилась, и я вместе с друзьями и недругами перенёсся на следующую карту. Воевать, кстати, пока особо не с кем. С каждой стороны под ружьём стоит пять, ну максимум семь человек. Ну в принципе ничего удивительного, ведь это бета-тест. Хотя и тут есть свои преимущества. Он, видите, самолётик стоит никому не нужный. Между прочим, у меня в детстве был похожий. Сходство с детской игрушкой становится ещё сильнее, Когда оказывается, что на каждое крыло может сесть по боевому товарищу. И оттуда стрелять. Но если вы боитесь высоты, или просто надоело сидеть у меня на крыле, Можете в любое время спрыгнуть. Потому что у каждого солдата имеется свой собственный парашют. В итоге, что можно сказать о Battlefield Hero? Круто. А местами даже смешно. А ведь это только бета-тест. Геймплей отлаживается, народу маловато. А главное, главное, магазин шмоток закрыт. А вот когда он откроется, можно сделать себе Одноглазого пирата, или Мима, Или, я не знаю, шотландца с волынкой. В общем, у кого на что хватит его больной фантазии. Battlefield Heroes можно посоветовать тем, кто уже устал от Team Fortress. Кому надоела суперреалистичная графика. В общем, это игра для тех, кто хочет бегать и стрелять без заморочек. О какой игре я расскажу вам в следующий раз. Вы узнаете в следующий раз. Разработкой Battlefield Heroes занимается не меньше сотни человек. И в том, что это будущий хит, нет никаких сомнений. Но не всегда успех зависит от количества сотрудников. Игру Mount & Blade, по сути, разрабатывали два человека. Турецкий программист и его жена. Правда, этот процесс затянулся на 7 лет. Зато в итоге они добились успеха не меньше, чем создатели Battlefield Heroes. Впервые о проекте Mount & Blade я узнал, не соврать, года 3-4 назад. Но попробовать в действии эту игру я решился только после того, как мой хороший товарищ Антон Зайцев, известный как Гамовер, на собственном примере, показал мне эту игру в действии. Впервые, когда запустил игру, совершенно было непонятно, что делать в игре. То есть начинаешь по наитию носиться по карте, встречать отряды разбойников, воевать, заходить в города, торговать. Но как таковых квестов нет. Но это на самом деле пока нет. То есть развиваешь до какого-то определенного уровня бойца, и уже начинают квесты рассыпаться практически сами по себе. На самом деле игра является имитацией жизни простого, вольно-наемного рыцаря средневековья. Здесь нет абсолютно никакой магии. Здесь у тебя есть конь, доспех, меч, щит. Ну, оружие, скажем так. И вот в этих компонентах ты должен кувыркаться как хочешь. Но ты должен, пользуясь ими, добиваться славы, успеха, завоевывать города, замки. И, собственно, ты волен делать все, что хочешь. Но самое интересное, что есть в этой игре, это, конечно, непревзойденная боевая система. Воевать можно как пешим, так и конным воином. В бою вы управляете непосредственно движениями своего персонажа. То есть буквально мгновение руки, и он бьет с той или иной стороны под тем или иным углом. Колит, режет или делает что-то еще. На самом деле победа в бою, она не столько определяет с уровнем прокачки вашего персонажа или численностью вашего войска, сколько вашей личной, сноровкой и ловкостью. Игра понравится тем, кто всегда мечтал очутиться в шкуре настоящего рыцаря, почувствовать вкус приключений и, чем черт не шутит, возможно, примерить на себя корону одного из королев. На сегодня все. На следующей неделе вы узнаете о том, что творилось на самой большой игровой выставке в России, чем игра про Бонда, Джеймса Бонда, будет отличаться от фильма и есть ли секс в онлайне. С вами был Макс Васильев. Стэндбай!